Друзья, всем привет! У нас будет сегодня распаковка посылок. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Если нет, пройдите мимо и займитесь своим любимым делом. Сейчас я достану это из коробочек и мы посмотрим, что там. В этой посылочке два растения, которые я ждала почти три года. В этой, ну посмотрим вместе. Так, друзья, я практически раскрыла. Сейчас мы посмотрим, что ко мне пришло. Да-да, вот столько ожидания длительное. И я даже говорю, господи, Лена, ты меня отправляешь? А что же ты мне отправляешь? Она, ну вот эту красоту, ну да, столько ждать. Можно и забыть, да действительно можно и забыть. И не уследить, что какой-то сорт уже пришел. Вот, поэтому это какие-то из давнего-давнего предзаказа. Не знаю, восемнадцатый год может, или девятнадцатый. Ну, в общем-то, там давно. Так, ну мы, конечно, хотим жутко-жутко пить. Сейчас посмотрим, есть название? Есть. Да, это, конечно, сухарики. Сухарики. Вот, пить ужасно хочет. Состояние, ну, сами видите, какое. Уставший, уставший в орхидее. С сухарями, с гнившими корнями, ну, главное, живое. Да, корней мало живых. Ну, они есть. Ожидание. Так, ну, я думаю, что плюс-минус растения все такого качества там были. Я не думаю, что вот нету. Выбрали самое худшее или самое лучшее. Возможно, это все заказывалось изначально на пассифлоре. А потом, как бы, Лена посредником, думаю, выступала. Так. Это растение Берри. Что, Флз или Физз? Физз, наверное. Вот. Фотографию растения, самого цветочка, как должен свистеть, сейчас ставлю. Ну, в общем, сами видите, состояние. Вроде пара листиков и неплохо, немало. Но вот эти листики сразу будут буквально быстренько начнут отслушиваться. Это видно уже, он все равно желтоватым, видите, таким оттенком. Ну, а растение тоже. Видите, в каком состоянии. Тут вот не муха, а труха. Вот она даже вот не высыпается, как волокна, а как труха. Ну, отпою я его, надеюсь, я фитоловинчиком, может, левикурчиком. Листики протрую, надеюсь, что будет с ним, что более-менее. Ну, как тут уже получала подобное в планах растения, оно до сих пор себя не очень важно чувствует. Отпоить. Вроде отпоили, но там настолько все с парнями было плохо. Ой, это вообще. Еще его погрызг тут. Так, а это, ну, клоп-клопом, ребята, где линейка. Ой, ну, сами видите, размер ни одного корня. Два листочка, которые один из них вот покоцаны так. Ну, тоже, знаете, листик может либо просто подсушить края, может пойти желтеть, да. Ой, так, 5 сантиметров и 4 с копейкой. Ну, прям махонький-махонький. Вы знаете, вот когда я получала бабочку, вот эту вот, согу юкидан, я думала, она маленькая, она прям маленькая. А, ну, вот посмотрите. А этот тоже не бравый хлопец был. Ну, хотя бы он у меня уже пошел в рост. Он корешочки дал. А этот, я не знаю, это что-то вообще. А этот, наверное, как сродни леопарду-принцу, который ко мне тоже пришел от гребневой Тани не так давно. Но, ну, вот они, даже принц чуть-чуть побольше. Так, ну, в общем, набрала опять клопов. Вот этот самый маленький, в общем, получается. Фотографии цветения я вам вставлю. Сейчас покажу вот так. Так-то на фото садовника очень красивый сорт. Ну, блин, тут, наверное, я не доживу до его цветения. Ну, у меня, вот честно, вот таких вот, у которых два листочка, у меня приживаемость очень слабая. И маленькая выживаемость. Я не могу им создать такие условия, чтобы супер-супер были. Пупер-пупер. Так, и давайте сейчас вот эту тут уберу и покажу вам еще одну посылочку. Если бы был стандартный 1,7, то все было бы нормально. Это еще куда не шло. Но когда получаешь не 1,7, а класски, ну, еще после пересылки, это, конечно, ребята, лай-вай. Если вы умеете, то берите. Мы вроде и не дураки, и вроде умеем, но не создаются у меня условия. И я хочу сказать, что с моей все равно какой-то занятостью и количеством орхидей, я не могу сидеть вот просто каждый день там, увлажнять их или еще что-то создавать там, как, не знаю, там, кому, Раджетом с опахалом над ним стоять, чтобы все там было. Так, сейчас скажу. Это у меня отцветашечка. Упаковка, смотрите, какая хорошая. Мне всегда нравится у Натальи упаковки. Каждый едет в своем турбусе. Все, приклеилась я. Вот открыла, это отцветашечка уже Дарвин. Потому что мой Дарвин уже, вы видели, в каком состоянии. Хоть он был бесплатен, приятен, как сюрприз, но он имел очень много мокнущих пятен. Когда я его достала с упаковки лентовской, такой вот праздничной, там вот чернота на шее, мокнущие листья. Вы знаете, он живой, я вам хотите, если покажу. Но он все равно уже такое вот, ослабленное растение. Вот, в общем, Дарвин. Тут тоже, смотрю, нету листочка одного. У нас, но никакого процесса нет. Смотрите, здесь есть корешочки в росте. Тоже сидит в таком мусоре, грунт мусора называю. Вот, не очень хороший. И вот лезет у нас вот листочек молоденький. Маленький-маленький. То есть, видимо, ну, не видимо, а растение находилось у продавца. Какое-то время оно адаптировалось. Уже пошло в рост, показывая свои растущие корешочки и листики. Ну, моем мы красавца. Будет он у нас красивый. Если кто не видел моего Дарвина с мокнущими проблемами с черной шеей, что мы делали, я оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Можете пройти и посмотреть. Так, и уже, знаете, перед отправкой, чтобы одному не ехать, я еще взяла орхидеечку. Ну, вот, жадные мы такие. Нам невыгодно, да? Вроде как по почте, чтобы одно растение шло. Я взяла еще вот такую орхидеечку. Упаковка вообще классная. Никогда как бы всегда доходит в целостности без каких-то вот моментов, потому что, сами видите, учитывая, как работает наша почта, это каждая в своем тубусе. Сейчас открою и покажу. Я достала. Значит, растюшечка в девятом горшочке. Смотрите, листик у нее какой красивый. Краб. Вот, что тут у нас еще? У нас даже есть, вот смотрите, растущие корешочки у нас тут хорошенькие. И кто это у нас? Это кто, кто, кто? Вот какой-то, какой-то... Так, а кто ты у нас? Может, это какая-нибудь мукола? Пелор. Или бабочка. То есть, она вообще какая-то странная. Только я вам хочу сказать. Смотрите. Значит, здесь... Так, губа где? Нет, здесь. И здесь, смотрите, защип. И здесь защип. И здесь защип. Даже, то есть, и напитали их, и насыпали. Гляньте, какая интересная. Так, а здесь что у нас? А здесь у нас тоже защип. Но сам цветочек немножко по-другому играет. Смотрите, раскраска. На этом лепесточке и на этом лепесточке. Здесь уже нет вот такой вот окантовки. То есть, мутация какая-то интересная, но на каждом цветулечке она какая-то своя. А здесь вот прям как... Здесь вот как 3 липс. Прямо смотрите. Как губка. Вот эта губка. Так же, как и вот эта губка. То есть, здесь вот точно как 3 липс. Так, что-то у меня тут еще. Ну, вот еще она дама у нас на бутонах. Если и бутоны тоже я вижу, что они такие вот остренькие, квадратненькие, треугольненькие. И вижу, что они распустятся у нас с мутацией. Вот такое вот чудо чудное. Кто ж ты такая? Мукола, может, девчонки? Ну-ка, посмотрите. У кого мукола есть? Просто я смотрю, лист в краб, подумала о ней. А может, не она. Ответвление тоже есть. Смотрю, тут надуваются бутошечки. Может быть, у нас что-то даже еще откроется. И мы посмотрим. Ну, в общем, вот такую прелесть я взяла себе. Догонку-ка цветашечки. Будет у меня жить. Вот. Две посылочки. От двух людей. Ну, это, конечно, это, конечно, ну, прям вот, тут надо еще поработать. Прям надо поработать. Листик, глядите, новый такой, в краб с пигментацией взят. Ну, конечно, хочется более таких вот уже, ну, хороших цветочков получать, с которыми не надо будет много-много возни. Ну, вот такая моя распаковочка сегодня. Спасибо, что остаетесь со мной. Кому-то нравятся мои распаковки. Кому-то они уже надоели. Ну, вот, кому надоели, проходите, ребятки. Пожалуйста, мимо. Снимаю я распаковки не только даже для вас, сколько еще и для себя, чтобы понять и найти вовремя, когда мне будет необходимо, какое растение и когда ко мне пришло. Будьте добрее, живите богато. Всем здоровья, всем счастья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok